В Ленинске-Кузнецком Андрей Петров оказался во время Великой Отечественной войны, будучи подростком. В наш город его семью эвакуировали в 1941 году вместе с Ленинградской консерваторией. Большое количество музыкантов привело к открытию в городе первой музыкальной школы, в которой Петров учился играть на скрипке. Он с собой из Ленинграда привез скрипку, так как он там уже начинал учиться скрипке, привез с собой этот инструмент. И чуть позже в школе были организованы такие молодежно-концертные бригады, которые выступали в госпиталях города. И там было музыкальное сопрождение в количестве пяти скрипок, и вот как раз таки пятой скрипкой был Андрей Павлович Петров. Для Петрова эвакуация в Ленинске-Кузнецком и обучение в нашей музыкальной школе стали судьбоносными. Вернувшись в Ленинград, он решил всерьез заниматься музыкой. Врожденные способности Андрей Павлович закрепил обучением в консерватории. В городе, где провел годы Великой Отечественной войны, он был лишь однажды. В 1981 году был юбилей школы, и он приезжал на этот юбилей, он посетил школу, он давал концерт. Как сам он пишет в воспоминаниях, что он навсегда запомнил первых учителей, эту школу, которые зародили в нем зерно становления его как музыканта. Андрей Петров является автором многих опер, романсов, симфоний, писал музыку к балетам и инструментальным концертам. Однако каждому советскому человеку он известен благодаря музыке к фильмам. «Человек-амфибия», «Батальоны просят огня», «Белый бим», «Черное ухо», «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон». Без мелодии Петрова невозможно представить знаменитые фильмы Эльдара Рязанова. «Гараж», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Берегись автомобиля». Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.